7 ноября 1941 года. Значимая дата в истории нашей страны. В трагические дни, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от Москвы, на Красной площади прошел первый военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В самые трудные дни Великой Отечественной в осажденной Москве более 28 тысяч человек прошли торжественным маршем по брусчатке. Батальоны пехоты, эскадроны конницы, артиллерии и танки, вооруженные рабочие, прошедшие ноябрьским морозным утром, ознаменовали силу и мощь государства. Легендарный парад навсегда вошел в историю и остался в памяти как пример несгибаемого мужества и несокрушимого народного духа. Парад показал всему миру, что боевой дух армии и народа не сломлен и ознаменовал моральный перелом в ходе войны. Между тем, далеко не все помнят не только об этой дате, но даже о самом параде. Я не знаю, не слышно. Нет, день революции, наверное. Парад, что там был? Был парад. Дух поднял, что в такое время на парад люди шли и сразу на войну уходили. Парад? Нет, такого не слышно. В 41-м году только война началась, она в 45-м закончилась в мае. А про это не слышно. Парад не слышали? Нет, нам даже не говорили про это вроде. Между тем, хранить память – это святая обязанность потомков, наследников великих героев. Именно об этом своей речи напоминал тогда, в 41-м, Иосиф Виссарионович Сталин. Забывать о своем прошлом и наследии великих воинов и защитников прошлых столетий не стоит и в мирное время. Герой войны есть практически в каждой российской семье. Сильнейший дух и есть, собственно говоря, то, что через все века ведет русскую армию к победе над всеми врагами, которые когда-либо приходили на нашу землю. В семье Андрея Алексеевича принято чтить память и хранить традиции. Именно поэтому сохранилась по сей день форма одного из членов семьи, который служил в войсках НКВД. Войска НКВД, вопреки общему мнению, не занимались охраной концлагерей, этим занималась внебедомственная охрана. Войска НКВД воевали на передовой. В основном, в основе своей, это были снайперские команды, которые отряжались из дивизии НКВД на передовую линию, в которую наносили немалый урон неприятелю. Кроме того, что дивизия НКВД – это именно та дивизия, которая остановила, 6-ю армию Паулюса в Сталинграде, на том месте, которое сейчас называется площадью Чекистов. Недаром она называется площадью Чекистов. Именно в этом же 41-м году рота войск НКВД не позволила немцам войти в город Орел. Много тайн тех страшных лет скрыто от нас навеки. Много имен, павших на полях сражений, мы так и не узнаем. Но четко представлять основные вехи истории – долг каждого из нас. Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал потрясающим примером стойкости, мужества и отваги, после которого люди поверили в победу в жестокой войне с сильнейшим врагом. По своему влиянию на последующие события парад приравнивают к ключевым военным операциям. С исторической точки зрения совершенно очевидно, что парад на Красной площади и битва за Москву стали переломным моментом, первым ощутимым ударом для немецких войск. Что забвение предков своих и есть первый признак дикости. То есть реконструкция этих событий должна проходить ежегодно, потому что, вот как было сказано, что парад этот поднял дух русского народа до всего советского народа в борьбе. Вот могу сказать словами своего отца, ныне покойного, он участник Великой Отечественной войны. В ту пору он еще, как бы сказать, не был признан в армию, находился в селе, в Рязанской области, в селе Батурино, нынешнего Рыбновского района. Вот его дед, Павел Ефимович Кукалев, юридский кавалер русско-японской войны. Вот после того, как прочитал в газете о сообщении об этом параде, он сказал следующие слова. Но теперь-то мы их погоним. 46 участников того легендарного парада живут по сей день в столице, как живая память о провале плана Блицкрик и гитлеровского замысла в праздничный день пройти по Москве. Каждый год, 7 ноября, в День воинской славы, мы отдаем дань памяти защитникам Москвы, которые сделали то, что всему миру казалось невозможным. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».